13.06 на часах и настало время провести, сделать очередной исторический экскурс и мы это обязательно сделаем вместе с Евгением Питуниным историком, краеведом, руководителем музея Вятского госуниверситета Евгений Альбертович, добрый день Да, всем здравствуйте Интересная у нас сегодня тема будет Мы отправимся на много-много лет назад, в 50-е годы 20-го столетия и решили поговорить о таком очень знаковом событии для нашего города о начале строительства центральной магистрали города Кирова, Октябрьского проспекта Ну ведь Октябрь, Октябрь Вы знаете, слово Октябрьский, оно уже перестало восприниматься как что-то революционное Вот это просто не подпитывается, что там плакаты Великие Октябрь, демонстрации, все Но Октябрьский плавно перешло в такое уютное, хорошее местное название Октябрьский Осенний проспект, по которому можно гулять, смотреть на деревья Вот сегодня еще предпоследний день, завтра, говорят, последний А там все уже осень вступает в свою завершающую фазу Конец золотой осени И поэтому все его любят, какой бы он ни был И юбилей, такой незаметный юбилей, его, наверное, тоже нельзя упустить Вот все началось, пожалуй, даже не 62, а 65 лет назад Когда было принято решение, составлен проект, это застрой Октябрьского проспекта Мне удалось найти фотографии, вот как раз альбом лежал у ировских дорожников Видимо, специальная группа проехала, вот начало и до конца и зафотографировала каждый дом и каждый квартал В ту пору, в 50-е, Октябрьский проспект начинался от улиц Воровского То есть дальше не было вообще проезжей части Дальше, в смысле, на юг? На юг, ниже вот туда Дальше было огромное поле, называлось оно подсобное хозяйство госполкома И вот Слобода-Соловье И там был, в 50-е годы он еще работал Барак, небольшой кирпичный завод, где брали глину в этом же овраге И вообще овраг, вот где между нынешним прудом и напротив оврага Там не было перемычки, где Октябрьский Это все было огромное овражено Потому что проехать нельзя было Ну вот и заканчивался он возле нынешней бензозаправки у мясокомбината А дальше шло уже Филейское шоссе Развязка, где сейчас перекресток от Зябрьского и Карломаркса А дальше от Карломаркса шло Филейское шоссе, которое так и называлось Вот в 50-е годы протяженность была 11 кварталов А по реестру числилось 4 трехэтажных И так, 3 четырехэтажных и 4 трехэтажных дома на всем проспекту Всего-то? Всего, да Остальное занимали деревянные дома А вот можно даже посмотреть, что было из более-менее монументальных застроек Первое, это начиная с юга, если начнем Давайте Начиная с Воровского Это было... Место называлось Сполье Сполье Вот окраина города За кладбищем уже Вот Широкое такое было место Глиняное Первый дом, это, наверное, был зооветеринарный техникум Это нынешний корпус в сельхозакадемии Не самый большой, а перед ним, вот напротив остановки Уцума Вот такой В доме Это был зооветеринарный техникум Студенты ходили по глине, по грязи Дальше идем Центрального корпуса не было сельхозинститута тогда еще Сельхозакадемия в 1953-м только построили Следующее, это здание То, что сельхозакадемия нынче Орпус А Орпус бывший аграф В войну там одно время размещалась Эвакуированная из Ленинграда военно-медицинская академия Академия, да Напротив тоже был до войны еще дом построен Это дом нынешней 5-е училище В СССР это 5-е ГПТУ называлось Здесь легендарная и знаменитая хулиганская Была ПТУ Вот строили его перед войной Дом союзов Дом профессиональных союзов Но потом переделали в ПТУ Причем интересно, что строили его заключенные Ну кто еще мог строить И даже я где-то находил информацию Что кругом были деревянные дома, огороды И видимо один Зак Он просто с верхнего этажа Спланировал на листе фанеры Куда-то прямо в пусты И все, охрана даже стреляла А он потом исчез То есть это побег был? Да-да-да Вот видимо там Ну вот это и у нас отступление Следующий дом был знаменит Зооветеринарная академия Постройки Где сейчас вот Райбанк Там какой-то еще Там много-много офисов Перекресток Герцена От Центрского проспекта Бывшая Территория завода Майя была Это здание Зоовет института Построено в 1913 году Это было Дальше мы идем Перед войной умудрились Наверное больше получится Это вот Было в местной газете Такое сообщение Перед войной Построили здание Лесотехникума Это было огромное здание Причем там была арка И улица Дрилевского Она была проезжая Она планировалась Вот под этим домом Проезд на встречу А ниже тоже был дом Видимо для преподавателя Этого лесотехникума Там не только лесотехникум Там и медшкола планировалась И все И был жилой дом Такой на углу Московской С башеном Перед ним была огромная лужа Непроезжая Судя по воспоминаниям очевидцев Вот А потом В войну Это все конечно Вошло на территорию Института Тогда назывался он Красная армия Вот Закрытая территория Закрыли забором И в итоге Дома застроили Не стал спазной проезд Улица Дрилевского Дальше идем Ну Спасская нынешний Ну вот и все наверное На севере два дома А да Да Два легендарных дома Они сейчас Вот этот деревянный барак Памятник Началу строительства Октябрьского проспекта Назывался он Орабовский Сейчас это название Наверное подзабыли Но в честь начальника Какой-то был Выдающийся видимо Начальник цеха На заводе Первого мая Деревянный барак Назывался Орабовский А следующий дом Трехэтажный Ирпичный Он назывался Ракчевский Вот почему Установить не удалось Может он напоминал Это Ракчевское строение Была у него своя Котельная С трубой Сейчас нету И последнее строение Это дом Директор Разработки Черушина Это вот Такой закругленный дом На углу Возу Люксембург Где внизу был Магазинчик Сейчас там По моим плюшки И это вот и все Больше на проспекте Ничего выдающегося Не было С севера Начиналось Богословское Кладбище Шло оно По Восточной стороне Это был Длинный Длинный забор Но не сразу Там Все-таки В тридцатые годы Тогда был Всплеск Застрой Когда город Всегда Индустриализировался Вот Если так Можно сказать Да Появлялись Новые Да Появлялись Кабинаты Тогда В народе называли Тогда Видимо Строили Дома Где была бензозаправка Там были Двухэтажные Барачного типа Дома Вот И Застройка была Гораздо интенсивнее В северной части Потому что Уже Южнее Молодой Гвардии Практически Не было Домов К тому же Они были По улице Гласисной Это не совсем Октябрьский проспект Это будущий Октябрьский проезд Это вот Вся восточная Сторона Она и сейчас Осталась Я прошелся Сейчас Конечно Деревянных домов Уже Нету Некоторые Свежевыстроенные здания Они числятся По Октябрьскому проезду И вот идем мимо этих бараков Потом огромный Такой забором закрытое Было Богословское кладбище Вот Примерно До улицы Энгельса Нынешние Преображенцы Тоже были Там и двухэтажные Одноэтажные Дома Вот Называлось Это место От Москорска До Энгельса До революции Солдац И огороды Потому что Видимо Улица Захватаева Она была Лагерной И там были Летом Палаточные И для Солдат Вятского Гарнизона И вот Видимо для пропитания Вот эти солдатские огороды Ну это все застраивалось Потом была земская больница Вот Дальше Все это Сады Кругом И Узень Торцовая Мостовая Проходила она Ближе Восточной Части Ну вот Две машины Разъехаться Наверное Могли Вот Конечно У города Не было Главной магистрали Город развивался В войну Появилось множество заводов Эвакуированных Ну все эти ужасы уже описаны На человека Где-то Начало 55-го года Приходилось Четыре с половиной метра Жилплощади Вятка То есть был огромный Жилищный кризис Надо было выходить Первое Это надо было преодолеть Жилищный кризис Второе Город менял лицо Мало Нельзя было только что-то снести А в основном до этого времени Сносили церкви Там что-то Ну был построен драм-театр Там гостиница Это понятно Но надо было показать Вот лицо социализма Что у нас что-то Вот самое интересное Когда вот начали Я подумал Когда начали строить Октябрьский проспект Если бы в 55-м году Был бы интернет Вот Наверное Вот Как сейчас властям Не пришлось бы Объясняться И оправдываться За свои действия Потому что все понимали Весь город находился В такой эйфории Что это грандиозные Перемены Застройка Рыли от Лавана Очень быстро Дома возводили И если бы даже Были бы Комментарии обсуждения Несмотря на Весь режим То Просто все понимали Что это надо А сейчас что Вот улицу заасфальтировали А чего нам Благодарность не говорить Это Ну это естественно Держать улицу В приличном состоянии То что заасфальтировали Это норма А не подвиг Как А тогда конечно Все ждали Причем Масса народу получила Квартиры Хоть и в коммуналках Но Уже из подвалов И этих бараков Были люди Заводские рабочие В основном Конечно вывезены Вот И Конечно Проект был составлен Вот Поначалу А вот еще Октябрьский проспект Это наверное Единственная улица В городе Которая Пять раз Менялось Под свое название Так Давай вспомним На старых артах Еще ряд Это был Санкт-Петербургский Бульвар Ну это конечно В северной части своей Потом Это называлось Краснопитерский Бульвар Бульвар Где там был бульвар Бульвара не было Видимо в проекте А с чем это связано Почему именно Почему именно Такие названия Трудно сказать Люди как-то были связаны С Потом Потом Краснопитерский Переименовали В Ленинградский Бульвар Вспомнили наверное Что он Не Питера Нет Это с годами С годами Вот менялся видимо Краснопитер стал Ленинградом Потом Переименовали В улицу Октябрьскую И только в 65-м году Стал Октябрьский Или в 64-м же Октябрьский проспект Когда уже Все это стало Вырисовываться Ну вот Поначалу Конечно Все несколько Выглядело не так Вот Были Генпланы И проекты Что центральная улица Это улица Горького Горького Все-таки Ужали Но обычно Во всех городах Обычно центральные улицы Они выходят Прямиком на вокзал И вот Улица Горького Будущая Она подходила Вроде бы ближе А тут были застройки Еще по проекту Чарушина Архитектор Чарушина Планировалось Превратить Кладбище В парке И Богословское Закрытое В 37-м году Превратить В огромный парк Или в рынок Какой-то И Артырс Соответственно Да и был проект Мы уже говорили Ботанического сада Пространство Огромное Огромное Пространство Огромное Всполье И подсобное Хозяйство Облосполкома Территория На которой сейчас Областная больница Находится Под ботанической сада Ну вот это все Конечно ужали А потом видимо решили Что что-то Для Ирова Слишком будет Сложно пробиваться до улицы Горького, поэтому ограничили улицы Октябрьской тогда, и вот она стала выходить на зал не прямо, а с загибом через Мусомольскую ну это, дай бог с ним что сделано, то сделано, конечно, первые проекты, вот смотришь был такой архитектор Никита Злов, который в принципе разрабатывал первые дома, первые дома были построенные 46-48 ну, в общем, от улицы Чехова до Роза-Люсимбур вот это были первые дома вот в это время там выглядел, конечно марсианс район танка современного да, это примерно марсианская местность, то есть огромные были терриконы земли, навезены прямо вот горы, Малый Уральский хребет такой, но скорее всего землю не только под застройку завозили, а перед войной пытались строить трамвайные пути вот и ну, мы уже говорили, что вместо трамвая был пущен паровоз с четырьмя вагонами который возил рабочих вот разворота на перекрестке с Розой-Люсимбург и до Филейки вот, а дальше тоже, видимо, землю готовили для трамвайной линии было, 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 было все это отсыпано вот а кроме того, еще войну планировали, вот если немножко еще остановиться на трамвае где нынче авиационный техник, там-то с угла Розой-Люсимбург вот, на самом углу была построена подстанция электрическая для питания трамвайной сети а рядом был построен двухэтажный дом для работников будущего трамвайного депола потом это снесли сейчас авиационный его называют авиационный в народе техник а дальше была зона в общем, тюремная зона вот, у загородного сада до 55-го года были вышки ключи, проволоки, заборы и вот заключенные ну, там и немцы были военнопленные ниже вот этой улицы захватают сахарный склад, так называемый ну, вот конечно, были мобилизованы если бы не заводы, эвакуированные в Иров а первоначальный вариант был бы были бы эти заводы отправить в Отельничь потому что Отельничь, он более крупный транспортный узел и железоторожный узел но почему-то случилось-то ну, и как-никак поближе, столица отправили именно в Киров ну, вот это и дело а вот если представить, не было бы заводов сейчас бы в Киров был бы в Вашингтон такой маленький компактный из-за столицы вот как Вологда небольшая Череповец индустриальный Вологодской области был бы огромный индустриальный город в Отельничь где бы были вот Октябрьский проспект в Отельниче был заводы, все эти дома культуры и прочее ну, не знаю, что случилось что случилось может быть, к лучшему ну, вот конечно, строили предприятия ну, вот начал, может, стройзавод вот эту часть застраивать по проектору того же Непиды Позлового дома были построены первые еще когда в 56-м году эти сдали дома уже строили очень быстро потому что не сносили хитро очень поступили можно было и жире строить сносить улицу Гласисную ее не сносили оставили такой проезд застраивали вот чуточку восточнее вот красная линия была и при этом прокопали огромный котлован посредине и прокладывали трубы отмечу, что трубы были только водопроводные коммуникации и связи потому что трубы теплоснабжения еще не делали еще и ТЭЦ-Т4 не существовало или были локальным сетям заводов либо свои котельные вот еще старожилы кому там 50 плюс-минус помнят, что во многих-многих домах были в подвале котельные была огромная труба которая росла из асфальта это было великое несчастье если ты живешь у тебя окна во дворе перед тобой в двух метрах горячущая дымящая труба и грязный двор потому что уголь шла и все прочее вот поэтому ну это было великое такое, конечно счастье вот выселение народа из бараков хотя всем все равно не хватило к тому же была некая очередь люди все равно ждали все равно кто-то были ровнее других вот в каждом доме был свой подъезд или там часть дома для ИТР это уже и квартиры полностью и не коммунал и все остальное вот даже дом строила РФ Энерго это дом номер восемьдесят четыре напротив сельхозакадемии где нынче гастроном в подвале он раньше был тридцать второй гастроном вот там один подъезд с северной стороны был для ИТР ну я заходил не поверил там даже были коври был столик и сидел консьерж или консьерж вот это был для дирекции для ИТР остальные это конечно были коммунал и коммунал и коммунал вот так вот лихо начали застраивать застраивали в эпоху не ИТР Сергеевича Хрущева об этом и писали и восторженно там и восторженные статьи восторженность в чем заключалась в газете местной что ура ура город что такими быстрыми темпами возводятся проклятое там царское наследие эти старые гнилушки мы сносим просторные светлые дома и ну обычный научно-технический прогресс конечно политизировали была и притика что вот негодяи там СМУ такое-то или там завод такой-то отстает и не делает какую-то там арматуру или там не асфальтируют съезды вот интересно когда проспект заасфальтировали то сверху из домов все улицы которые отходили они еще были девственно глиняные это и типичные авиации и улицы вот я например долго наблюдал на улицу Маклина которую только в 70-е годы заасфальтировали она была и остальные там ну Московская центральная еще а Энгельса даже вот дальше не говоря уже о более северных улицах это конечно было а кстати как асфальтирование то Октябрьского проспекта проходило оно параллельно со строительством домов да сразу же практически сразу же сразу же асфальтировали но ведь не на всю ширину вот например в северной части была заасфальтирована почему-то только западная часть узень полоса была а остальное все там несколько лет наверное еще жили без комфорта в этих домах но там же были и двори и вот эти и заборчики которые сейчас еще часть сохранилась вот в этих домах дом где тоже гастроном на углу розовый символ первомайский гастроном там рядом еще было на первом этаже парикмахерс и вот в 56-ом году еще люди которые могли стричься бриться в парикмахерс они наблюдали этот паровозик паровозик там чух-чух-чух разворачивался людей везет на работу да и вот так вот и был такой огромный подъем всенародный да то есть чьими силами силами многих организаций просто город бы вот с силами там их-то СМУ ДРСУ там и все он бы не справился это были во-первых огромные народные субботники то есть выходили целые предприятия особенно это сказалось вот когда уже в принципе проспект был намечен проложен вот и необходимо было его благоустраивать то есть там выходили и школьники вот школа номер 37 там полностью сажали деревья выходили там и это вот и ПТУ а 37-й от какого года постройки в 59-й там интересно что на этом месте были деревянные домики а на месте самой школы 37-й был дом держил многодетный священник ну и этому священнику поначалу обещали ну мы тебя снесем а квартиру дадим в доме номер 78 на углу Спасская? нет это на углу молодой гвардии а понял молодая гвардия Северский проспект следующий дом Сарк и следующий спорттовары и вот обещали его переселить туда ну видимо вот эти хрущевские гонения все такое политика и мне очевидец рассказывал что вызвали учительницу видимо какую-то мать-одиночку и срочно-срочно и эту квартиру которую Попу хотели дать ей даже не было видимо ручей еще и срочно туда въехать и заселиться и у нее сын еще был совсем видимо ребенком эта лестница на второй этаж туда лез чтобы изнутри открыть и чтобы заехать а куда этого попадали неизвестно еще была конечно Ирха но это отдельная тема это как раз она посреди нынешней молодой гвардии стояла Кирха Ирха это лютеранская церковь она была ну немецкое слово Кирхия церковь она была ну конечно давно уже не Ирха она была в начале 20-е годы ночлежкой для бездомных тогдашних там и прочих а последние годы она была баней для рабочих завода Майя снесли ее в 56-м году вот когда построили вот этот дом о котором мы говорили хотя в 78 и чуть севернее на перерез из Герцена была знаменитая известная по многим фотографиям которая через весь город что от вокзала что от мясокомбината просматривалась была огромная водонапорная башня перекресток Октябрьского и Герцена прямо посреди она росла посреди нынешнего бульвара прямо по центру ее взорвали взорвали в 56-м тоже году ну естественно не диверсанты взорвали нет взорвали убрали потому что она потеряла планом следовать проекту строительства Октябрьского проспекта а там было много интересных вещей вот за домом 74 была метеостанция до того как ее отправили на улицу Сурикова где вот зонды и шары на 4 это где спорт товары знаменитые сарт и дом а вот рядом да ну вот и таким образом вот благодаря усилиям всего города стал проспект преображаться конечно первые были еще маленькие-маленькие деревья вот на ранних фотографиях смотришь имеешь и движения никакого то есть можно было и посидеть да и парочек сидели это все до 80-х сохранялось годов вот а кстати да кстати вот вот постепенно видимо нарастало движение и убавляли вот первые со стороны вокзала вот бульвар который сейчас напротив иерских товаров он раньше тоже был в принципе прохожий тоже с эмей а сейчас там просто он засажен там просто сейчас да в конце 70-х почему-то там убрали с эмей и просто сделали газон такой постепенно появлялись лумбы вот все это ухаживалось обустраивалось а кстати вот этим знаменитым яблоням в районе памятника Кирову сколько им лет? в 60-е годы они посажены а памятник Кирову конечно его не было вот его хотели ставить и в других местах в том числе и на театральной площади был проект вместо фонтана даже к счастью поздно сделали в 67-м году украсили памятником с одной стороны Ирова открытие я превосходно помню это было седьмого ноября и со стороны северной украсили вот тоже ировчане фронту почему-то поставили там Т-34 хотя по нашему городу Т-34 имеют довольно посвенное отношение логичнее было бы поставить Атюшу на базе ЗИС-5 или ЗИС-6 Либо хотя бы там более древний БТ или Т-27 который ремонтировали на 1 мая давайте сейчас сделаем небольшую паузу мы сегодня говорим об истории Октябрьского проспекта в программе сделаны вялки и наш гость Евгений Питунин историк краевед руководитель музея Вятского госуниверситета традиционная реклама очень скоро продолжена сейчас с Евгением Альбертовичем в перерыве мы вспомнили эту инициативу о том что Октябрьский проспект нужно расширять за счет сужения бульварной части да идея эта не новая далеко звучала впервые еще много-много лет назад да мне довелось работать в одной известной вязкой газете в 90-е годы и вот у нас тогда практически была война с тогдашней горадминистрацией которые запланировали вырубить Октябрьский проспект один ряд деревьев сузить прохожую часть до метра или до полутора метров сейчас не помню и расширить проезжую часть вот оттуда даже видимо большая часть работников мэрии скорее всего это был проект по распилу а не по расширению по изменению видимо работники мэрии слили нам информацию о том что готовится вот такой это проект вот мы сделали запрос оттуда какое-то поступило невнятное мычание что вроде бы да вроде бы нет тем не менее пришлось развить бурную деятельность тут же мы поехали в ГИБДД это было 20 лет назад я тогда силовые органы они все-таки были другие они нам выдали справку что у них нет претензий ширине Октябрьского проспекта а проб и заторы образуются только зимой когда проспект плохо убирается и трехрядное движение превращается в двухрядное вот если бы убирали сугробы в однорядное да в однорядное там если машины перепаркованы вот вот это справка и потом мы нашли все советы ветеранов и завод до первого мая и стильные фабрики там очень активная была представитель совета ветеранов и все-все-все подняли на дыбы учужителей да и молодых и вот прочих которые сами строили этот проспект которые его обустраивали и поднялась такая волна что моментом все пошли на попятные и слава богу вот этот не состоялся но было бы безумие вот представьте вот в Москве проб и при всех тех проблемах московских никому в голову не приходит вырубить знаменитый Гоголевский бульвар который очень похож на 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 да бульвар например у чистых прудов вот так же там тоже движение проб и никому не приходит в голову есть-то и есть и все и тем не менее даже уже после этого еще вот один чиновник из бывших троллейбусников который уже не работает нынче город администрации у него тоже проскальзывало что вот у нас еще одна мечта не сбывшаяся это вырубить бульвар на Аттарском расширить проезжую часть да не надо это делать я думаю что если и сейчас кто-то попытался сделать то еще живые ветераны и все кто стояли у истоков этого проспекта то снова поднимется волна в общем они еще погрозят город сумеет защитить свою главную улицу давайте по Октябрьскому пройдемся еще на юг мы еще было бы несправедливо к 60-м годам проспект приобрел свой сегодняшний вид еще отмечу что это про 37-ю школу что изначально это строился дом культуры завода Маяк то есть все весь проект внешность соответствующая это не школа это дом культуры но с учетом застройки района с учетом застройки проспекта уже в последние буквально моменты был проект переделан и сделана школа которая начала работать в 59-м году вот она своей ну конечно представьте был бы типовой проект школы типа там 57-й 58-й как бы было скучно а такой речник он украшает проспект и было бы несправедливо отметить хрущевки вот стали и понятно начали по проекту Позлова опять же строить кстати в строительстве проспекта принимали участие многие выпускники тогдашнего политехнического института который существовал политехнического университета выпускники и факультета промышленного и гражданского строительства считался очень престижным вот да еще до хрущева все это было в эпоху хрущева но конечно начали-то очень браво все делать но потом спохватились вот к примеру проект был главного корпуса сельхозинститута там был и портик и шпили и все и башни и навороты и лепнина и все прочее и вышло постановление об удешевлении жилья о ликвидации всех излишеств поэтому вместо вот это на ВДН-хаут и это павильоны вот быстро-быстро изменили и подправили и сделали но это еще не все самое забавное что тот же дом где гастроном напротив сельхозинстит там иногда со двора можно видеть что есть окна и балконные двери а балконов нету это тоже надо было сдать надо было максимально удешевить вот этот эту Сталин вот строительство и поэтому хотя были уже сделаны выходы когда торчали шпалы вот причина в том что вот так и конечно первые хрущевки вот на Октябрьском проспекте вот начали застраивать это дома 86-88 опять же там отельные тогда не считались затратами технологии строительства были еще очень несовершенные например если были в сталинских домах зачастую деревянные перекрытия то здесь бетонные как делали не было же бетонных плит вот чтобы на весь дом строили один этаж потом ставили бревна с тремя делали ополубку то есть из досок как бы этаж наваривали арматуру заливали бетоном строили еще один этаж и всю эту фигню перетаскивали на следующий этаж ставили опять торчмя столбы делали да себестоимость но тогда строили не для того чтобы получать прибыль а для того чтобы людям было где жить вот в хрущевках конечно уже жилось комфортнее после бараков и подвалов и деревянных каких-то перенаселенных домов потому что все таки стали были коммунал и расселили их в 80-е годы последние а где-то еще остались до сих пор вот я недавно был знаменитой вятской фотограф 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 да в доме 48 как раз коммунал вообще-то полно их осталось тут люди просто вот обезумели от счастья поэтому вот так ну все повторяется как сейчас хорошие элитные дома где клумбы где ухожено вот то же самое было и во дворах хрущевок то есть полисаднички сами строили разбивали клумбы в нашем доме жила художница Инна Широкова знаменитая легендарная вот она расписывала веранды там был помню на веранде алабок там на носу лисы какой-то сказочный лес чего-то еще такое то есть любили ну да и люди они стареют и поэтому вот бывшие где табунами бегали дети где зимой строили гор сейчас превратились банальные замусоренные территории которые занимают 80% территории хотя хотя есть энтузиасты в том же 86-м доме кто не был заверните посмотрите одна из старожилов этого дома практически вот сейчас пенсионерка она обустроила очень интересный такой двор двор парк такой гибридный есть традиции ну и пойдем на юг вот конечно не много времени правда последние штрихами пройдем кварталы уже начали застраивать когда 60-е годы знаменитый долгострой это цирк я пошел в первый класс цирк уже начали это 65-е год его уже начали строить мы на лыжах бегали еще вокруг него я закончил школу и ушел в армию и только когда я был в армии в 77-м году этот цирк пришла весть что цирк это долгострой идиорама тут же тут рядом потом же залили уже в 70-е годы был просто овраг ручей Слобода-Соловьи и бабы белье полоскали в этом ручье вот залили вот этот водоем начали один сельмаш по-моему занимался там в том числе да тут трудно сказать там город субботниками все потом отдельная история отдельная детективная история когда тайно строили очистными сооружениями и прочую тайно от Москвы строили идиорам в этом мы отдельно выступим ну конечно гостиница Вятка которую на мой взгляд сейчас испортили которая была закончена ансамблем смотрелась на спортили вы имеете ввиду фасад изменили полностью и фасад и игрушка дымковская встречала всех дымковская барышня как-то ну вот мы к чему привыкли а теперь я ну лесо обозрение вот на мой взгляд едешь ночью и вот эти обин и это все красиво конечно светящееся но там получается видимо дальше на Хилтоне идет реклама неонова красная полоса и она стрел от часов и поэтому на мой взгляд вообще было бы супер классно если бы вот эти джедайс и мечи вот такие призрачные световые и вот через это лесо две стрел и красную и зеленую которые бы показывали время вот так въезжаешь со стороны зала и смотришь ага полдесятого хотя бы но не знаю это интересный момент ну а ниже конечно югу проспекта был узень и вот в итоге это я даже не представляю отсыпали перешей между оврагами вот запустили в 64 году троллейбус до сих пор он ходит ну застроили и дальше имел ими Хрущев именно против Соловьевского парка и вот до Дома радио а дальше Шанхай Шанхай такой был по обе стороны вот интересные фотографии кстати проспект был узень но вот я не помню где он был узень что было дальше и вот в 70-е годы расширили у Дома радио он сейчас вот где парков а посредине вот этот огромный Васюшевин ну а там был говорят узень вот есть фотографии опять все перерыли и что-то там расширяли но честно говоря вот и не помню помню только что с одной стороны был Шанхай вот где территория ЖД больницы вот эти все кондукторские железнодорожные такой живописнейший Шанхай но кто постарше помнит что точно такой же Шанхай был и на месте вот где вот этот товар для детей был магазин детский мир детский мир да вот 80-й там тоже был точно такой же Шанхай выходил все это вот так же ничего не поменялось на площадь на Комсомольскую вот этим и заканчивался а вместо вот этого товары для детей там закрывал потом снесенный этот Шанхай такой был красивый красивый такой рекламный вот большой щит который тянулся почти на квартал там он менялся в зависимости решения там подсъезда выполним что там что-то такое ну вот так вот 65 лет это конечно 62 даже ну сначала проект да сначала проект 65 лет то есть для проспекта масштаба города это совсем юный возраст вот я думаю что ничего с нашим хотя бы в нашей жизни ничего страшного с Октябрьским проспектом не произойдет вот до сих пор еще такие приятные там фишки бывают типа аллеи блогеров но это забывается быстро что-то есть имеющие аллеи предприятий там еще есть вот думаю что всегда когда не слишком холодно можно пройти и прогуляться и вспомнить с чего начиналось и как собственно все это происходило спасибо спасибо Евгений Питунин историк краевета руководитель музея Рятского госуниверситета по истории Октябрьского проспекта центральной магистрали нашего города мы сегодня прошлись будем продолжать безусловно вспоминать по всем улицам и остальным можно пройти конечно безусловно на этом передача сделанной ветки сегодня заканчивается всего доброго до свидания до свидания до свидания